здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня давайте вместе отправимся за таким целебным средством как гриб чага это не берозовая роща это смешанный лес увидел с дороги на дереве образование попробую его исследовать это просто нарост на дереве чага выглядит немножко по-другому хотя издали вот вполне можно принять за чагу этот нарост можно тоже использовать для производства каких-то очень надежных крепких изделий из дерева не вдавая изглубь леса вот обнаружили тоже издали видите на березке кажется что чага издали подошли поближе нет это тоже нарост подошли к одной березке она уже погибает вот это чага вот видите она темная структура пористая пониже еще тоже вот видите как она образовалась было повреждение ствола и на этом месте образовался гриб чага черный верх а дальше когда начинаешь убирать здесь появляется темно-коричневый такого дерева не рекомендуется брать которое уже засохло давайте еще посмотрим может другие варианты будут вы знаете некоторые увидев вот такой трутовик на дереве радуется мы только зашли в лес обнаружили чагу но это далеко не чаг это разновидность трутовика он тоже может быть полезен но только не в лечении в другом его можно высушить разжечь и этот дым защищает от комаров вот видите березка тоже издали кажется что чага но нет это нарост а вот вся усыпана трутовиком до самого верха буквально отошел несколько метров заметил березу такую наклоненную вот на ней сразу внизу вот такой нарост а вот вверху похоже что чага земли конечно не могу хорошо рассмотреть и добраться чуть отошел подальше от дороги и вот смотрите на этой большой здоровый пока еще ключевое слово березе потому что если чага образовалась то этот гриб обязательно эту березу уничтожит со временем на это уходит много даже может лет 15 а то и больше и видите какой прекрасный гриб целебных свойствах гриба чага известно давно еще в 11 веке где-то встречается в летописи что великого князя владимира мономаха исцелили от рака губы вот именно использованием отвара чаги у солженицына в романе раковый корпус там упоминается как один земский врач александровского уезда под москвой на его участке мужики не болели практически раком в отличие от других мест пришел к выводу что они из экономии из-за бедности скажем так употребляли вместо чая регулярно гриб чага гриб чага он исследован как и научной медициной так применяется широкой в народной медицине его можно даже купить в аптеке капли таблетки настои но нам же хочется нашем экологически чистом лесу заготовить самим приготовить высушить и употреблять от жадности мы все брать не будем во-первых и другим надо оставить во вторых и на дереве она сохраняется обычно я встречал на такие небольшие кусочки вот типа такого чтобы столько вот пакетик и вот огромные видите какие куски чаги сейчас главное обработать этот материал правильно высушить надо всю эту собранную продукцию мою переработать посмотрел почитал много материала по этому поводу потому что я собираю этот гриб впервые поэтому и рекомендаций каких-то советов естественно давать не могу может быть наоборот мне кто-то в комментарии подскажет как надо правильно только желательно те люди которые в этом знают толк почитал многие вот этот черный верх срезают но буквально последние публикации российских ученых что вот именно здесь в этом внешнем слое черном находятся самые полезные вещества которые оказывают противовирусный эффект мощнейший попробую я черноту эту оставить с с обратной стороны в месте прилегания к дереву этот слой я немножко подчищаю и убираю вот видите кора дерева осталась пока она сырая она режется относительно легко потом вот какая-то непонятная фракция это же убираем подчищаем все это уже можно перерабатывать потом эти кусочки на ночь помещу в электросушилку при температуре 40 градусов вот сколько я живу 10 лет в лесу как начал изучать растения травы удивляешься сколько вокруг нас всего интересного полезного а мы если что бежим в аптеку покупаем таблетки у которых масса противопоказаний иногда конечно и без лекарства не бойтесь достал свою чагу с электросушилки она простояла у меня ночь где-то около десяти часов необходимо смотреть по состоянию вот видите кусочки есть побольше поменьше естественно чем меньше кусочки тем быстрее на просыхает как определить ее готовность они становятся ломкими такими хрупкими и абсолютно отсутствует запах если у сырой чаги присутствует запах белого гриба так скажем как мне показалось то у сухой чаги запах вообще отсутствует еще как один такой косвенный признак высыхания продукции это началось такое легкое потрескивание насыпал такой пакетик получилось где-то пол пакета сколько же с одного гриба у меня получилось лекарственного сырья берем весы практически два килограмма надо учесть что данное сырье хранится не более двух лет потом она теряет свои лекарственные свойства поэтому на два года на всю нашу семью вполне достаточно и буду хранить вот в этом пакете в открытом виде вот так сухом темном месте после сушки и при хранении чага должна быть сухой в противном случае будет развиваться плесень и чага пропадет как заваривать чагу интернете много информации она порой бывает достаточно противоречивой поэтому я изучал пока случайно не наткнулся на канал кандидата биологических наук миколога миколог это специалист по грибам михаила вишневского где все четко доступно и понятно как заваривать чагу какой температурой буду благодарен если вы своих комментариях поделитесь своим опытом заваривания чаги я испробовал для себя уже два способа заваривания это беру вот такую ступку это можно сделать в кофемолке будет быстрее и качественней беру ступку насыпаю туда измельченных таких кусочков они где-то до сантиметра примерно две столовые ложки буду толочь ступки до порошкообразного состояния насыпаю две ложки перемолотой чаги и заливаю водой закипела вода и остыла примерно до 80 градусов и я заливаю вот этот порошок тоже много мнений температура воды должна быть маленькой кандидат биологических наук михаил вишневский утверждает что температура воды на качество чаги на сохранение каких-то лечебных полезных свойств абсолютно не влияет на всякий случай я подстраховался не крутым кипятком охладил до 80 градусов другой способ берут термос литровый засыпаю туда вот такие кусочки чаги также вот этот порошок который подробился тоже сюда засыпаю и заливаю также водой порядка 80 градусов и оставляю настаиваться на ночь конечно многие могут сказать что тут лазить по березам ходить по лесу собирать эту чагу непонятно она не она можно купить в аптеке все это так но и в аптеке можно купить чагу собранную с мертвых деревьев она вреда вам не принесет но и пользы абсолютно никакой не будет потому что чага собирается только с здоровой березы и второй момент с учетом законодательства в области лесного пользования в каждой стране свои законы поэтому я прежде чем идти в лес уточнил местном лесхозе и мне дали исчерпывающий ответ в нашей стране собирать для собственных нужд чагу можно но для этого надо обратиться в лесничество где вам выпишут лесной билет наливаем чайника и наливаем с термоса другой стакан даже на первый взгляд обратите внимание с чайника такой мутный состав по цвету немножко отличается из термоса несмотря на то что стояло мало тоже полчаса посмотрите какой состав насыщенный такой янтарный а если постоит ночи до утра то будет еще более насыщенный и он прозрачный как я его употребляю такой стакан я выпиваю за 30 минут до еды три раза в день в течение 20 дней потом сделаю перерыв уже подходит врачебная комиссия водительская в марте начну проходить ты как раз будет видны результаты анализов в каком состоянии мой организм находится после употребления чайки в заключении давайте сделаем выводы первое перед сбором чаги подготовиться теоретически чтобы не перепутать в лесу с другими трутовиками или наростами отправляясь в лес вы уже должны четко представлять как выглядит чага второе при снятии чаги из березы снимать только с здорового дерева третье придя из леса надо представлять технологию переработки так как срезанная чага не может долго храниться четвертое приготовив лечебное сырье знать как его сохранить а главное как употреблять не являясь врачом по образованию я воздержусь от каких-либо советов и рекомендаций по употреблению этого уникального натурального созданного природой лекарственного средства сместно будет перед употреблением чаги посоветоваться с врачом будьте здоровы